всем привет всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал всех приветствую из германии сейчас раннее утро солнышко кстати уже светит как будто не утро такой яркой уже теплые греющие вот так вот сейчас утро я отвела софийку в сад сегодня мы пешком ходили потому что у нас нет машины игорю нужно было уехать по делам а точнее его вызвали на работу хоть он в отпуске на две недели отпуск взял чтобы плотно заняться ремонтом пока мама здесь и его вызвали зачем-то там потом поэтому пришлось мне пиршка дремит сегодня с утра пораньше а я пока пиршка дремила домой мама уже тут занялась завтраком посмотрите какой шикарный завтрак она уже в процессе а знаете я сейчас кое-что скажу я шла вдоль наших окон и было немножко так подальше от наших окон и резко пошел запах блинов евро кто-то готовит блины думаю может мама подхожу ближе к нашим окнам не пахнет я тогда же внутри знаете немножко даже так чуть-чуть расстроилась у кого-то на завтрак блины захожу домой и правда у нас а вот ближе к окнам не пахло видимо ветер туда доносил далеко запах аромат блинов а вот ближе к окнам уже не пахло но запах маминых блинов узнаешь за километр как говорится вот я сразу как это думаю о наверно мама печет всем привет с добрым утром и хорошего дня вам всем сейчас или пришел с работы куда его вызывали и мама его встречается или мечами взять и что с перенечами до горила свеклу до салат с чесноком это бумагу надо вытащить в мусорку здесь же здесь же в германии сортируют помогали стекло к стеклу пластик пластику вот собралась бумага надо выбросить а мы с мамой сегодня по магазинам детей отвела к своей свекрови к их бабули радостные счастливые дети остались там а мы вот сегодня вдвоем с мамой давно уже мы с ней вдвоем не ходили по магазинам я уже последний раз жаловала что с детьми это невозможно и как они не хотят во внутри магазина находиться на улицу на улицу и вот сегодня решили таким образом поступить мама зашла в магазин фурла сейчас я тоже за ней зайду посмотрю что там в том году я эту красоту вам уже показывала посмотрите в этом году снова зацвели эти тюльпаны они по всему периметру здесь засажены такая красота очень красивые сразу привлекают все внимание мама кстати уже с покупкой с мамой решили зайти в старбакс попить горячий шоколад сейчас будем пить вкусненькое сейчас будем пить вкусняшку как я уже сказала горячий шоколад и вообще у нас планах сейчас зайти в магазин hugo boss у нас персональное приглашение посмотрите какая очередь можно будет заходить только в 7 вечера персональная скидка предлагается то есть и там что-то угощение шампанское это всякое такое видите никого не впускает пока 7 7 часов не наступит не стукнет скажем тогда вот мы решили в этот момент в это время пока попить кофе ну нет мы не кофе взяли какао вот вся пунктуальность германии посмотрите без двух минут семь это не пускает очередь кстати еще больше выросла пока мы с мамой пили горячий шоколад вот 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 и ну что вышли мы из магазина hugo boss не с пустыми руками идем к машине обстановка конечно классные бесплатные напитки алкогольные безалкогольные музыка диджей люди расслаблены обстановка кого супер нам понравилось ну действительно нам понравилось вам понравилось сейчас очень да и очень она гостеприимная фирма я вообще уважаю эту фирму я работала в этой фирме я довольна 8 приятно что уже товар скидка на этот товар еще до дополнительно то есть персональная вип скидка была 30 процентов как я уже сказал мама закупилась по этой скидки а сейчас идем машину и забирать детишек домой софика наверно останется с ночевой у бабули мы уже с ней заранее договорились а данилку нужно забирать правда у меня дышка хоть и не курю на дышь как и будет за это как у заядлого курильщика у нас уже следующий день и хочу пару слов сказать насчет вот этих вот браслетов которые мы вчера получили у входа в хуга босс конечно идея вроде бы и прикольная да как-то вот она особенная что ты как-то особенно не знаю но это занимало очень много времени я же вам показала сколько очередь да какая длинная очередь и вот каждому посетителю у входа наде не просто в руки дают и ты сама дела надеваешь его да они в руку на руку надевали этот браслет и конечно же тратится время и мы полчаса полчаса но если ладно уж быть точно 27 минут 27 минут заходили в магазин вот наша очередь дошла до того как мы зашли в магазин только через двадцать семь минут ну немножко да вроде приятно но немножко необдуманное решение и занимало очень много времени и люди стояли долго в очереди я пришла снова в дом переоделась в рабочую одежду и сейчас начну работать что я буду сегодня делать сегодня я буду красить мебель реставрировать мебель помните от бывшей хозяйки достался сервант я его буду перекрашивать я его уже зашпакливал нет не зашпакливала отшлифовала я уже его сегодня могу в принципе уже приступать покраски но мне там надо будет немножко отремонтировать его нескольких местах вот как то так на самом деле у меня целый день такое плаксивое настроение я не плачу ему вот будто бы вот что чуть что я сразу заливу вы конечно же понимаете о чем я дам о том о чем произошло вчера в городе москве ужасные новости ужасная ситуация но знаете пока есть борьба за власть это никуда к сожалению никогда не закончится никогда этому не будет конца пока есть борьба за власть пока существует человечество всегда были войны даже я сейчас чувствую пока это говорю такое ощущение что я сейчас заплачу и много говорить не буду просто скажу что конечно же я скорблю всем семьям которые пострадали по вчерашней ситуации переведите себя не выходите лишний раз из дома в те места где такой сборище людей и перестаньте листать на вас на ленту потому что это больше порождает в нас страха и паники может до чего они конечно же и добиваются про этот вот сервант имеется речь ведется речь смотрите я его шлифовала он весь пыли сейчас мне надо будет его отмыть и в общем то он уже готов к покраске ну конечно стекла надо будет снять мне надеюсь кто-нибудь покажет как это сделать что я вижу винтики наверное их надо будет раскрутить с рельсов снять надо будет все это дело и вот этот комод тоже будет краситься это все дело будет краситься вот такие вот дела девчонки я в процессе реставрации посмотрите я сняла с этого комода замочные скважины замки замочные скважины видите ничего здесь нет вставлю картинку как это выглядело так тяжело это все снималось вот разобрала сами замки замочная скважина тоже вставлю вам картинку но видео сбоку не просто на клее сидела вот так вот как сейчас современный мир все сажает на клей да а был гвоздь сверху и снизу вот скважина была заколочена на гвозди видите там дырки видите там были гвозди вот они эти гвозди и мне надо было вытащить эти гвозди аккуратненько вот мои инструменты вы выдергивала вот из такой маленькой скважины два гвоздя сверху и снизу ювелирная конечно работа но она того думаю стоит здесь будут в будущем другие ручки современные вот как-то так но эти дырки скажем тогда из скважин конечно же надо будет мне зашпаклевать специальной шпаклевкой для дерева еще не придумала как я это буду делать наверное с другой стороны закрою скотчем специальным малярным с этой стороны заполнил эту дырку наверно так и сделаю конечно же было бы еще хорошо если бы туда опилки добавила но опилки у меня нет смотрите какой у нас сегодня воскресный завтрак это качач называется да они по-татарски ватрушка качаешь по-татарски качаешь по-русски ватрушки еще посмотрите как что да ты помогаешь класть в тарелке да а здесь вы смотрите какой шикарный пирог это все мама с утра спекла стала пораньше всех испекла какой шикарный то что он вкусный даже не сомневаюсь кстати половина пирог был такой большой половины пирога уже нет я вам в машине расскажу куда это транспортируется половина пирога в машину сейчас сяду я уже уезжаю с игром вот я уже одета сейчас мы уезжаем с ним я в машине вам расскажу а вот и другая половина пирога разделена по двум дозочкам это я везу лили сестре игоря и лилия с олегом двоюродный брат двоюродный брат игоря мы с ними сегодня встречаемся но не просто так мы обычно всей компашкой стригемся в одной русской девочки и да сегодня мы едем стричься у нас там будет встреча со всеми да и мама решила вот так вот спечь пирог и сделать всем приятного приятненько к чаю отправить пирог вот как-то так вот они так вкусно пахнет я даже сегодня не завтракал так вкусно пахнет смотрите как спотел слотела дозочка потому что только испеклись сразу нарезали и положили поехала я главным делом с пирогом но не вернулась с пустыми руками вернулась смотрите каким богатством меня угостили лилия с олегом орехами грецкими у них на даче растут свои плодовые дверели ореховые и вот эти какой огромный мешок мне дали и здесь еще они как-то уже давали моим детям так понравился орех они прям в течение недели где-то сели такую большую половину наверно такого мешка и лилия спросила говорит твоим детям понравилось воруду а быстро сели она говорит но возьми дать еще спасибо вам огромное за ваше доброе сердце лилия олег огромное вам спасибо и вам конечно же ваше добро пусть вернется в стократном размере мы постриглись и пришли снова в дом поработать я буду завтра завтра говорю я буду дальше работать с мебелью реставрировать ее я вчера ее кстати не красила знаете почему потому что я сняла старые ручки я сначала когда шлифовал эту мебель я думала старые ручки оставлю просто подкрашу их но нет я все-таки хочу более современные ручки прикрутить комоду и у нее там было а ну я же вам все рассказывала вчера уже что я это рассказываю но в общем там были очень большие дыры я специально поехала в магазин купила вот такую вот пасту для реставрации дерева где уже большие ранения знаете более глубокие вот такую пасту купила хольспаста называется и она очень долго сохнет поэтому я вчера не смогла покрасить и кстати вот я вчера нанесла прям лишнее даже шишкой немножко нанесла думаю лучше я потом отшлифую она проспиталась само дерево я сегодня пришла она ниже уровня даже наоборот и мне пришлось еще чуть-чуть добавить пасты ну надеюсь уже быстрее высохнет потому что слой не такой уже толстый вот вообще сегодня уже думаю дойдет до того как начну красить вот этот сервант и комод а вообще потихоньку начала работать даже уже стрельяжем или стрельяжом как правильно ах блин тут это тоже сняла старые ручки здесь вот были вот такие ручки тоже очень кстати тяжело снимаются вот такими закрепками сзади ведь они острые были врезаны в само дерево мне нужно было их выкапывать отковыривать аккуратненько чтобы особо не ранить дерево в общем сняла старые ручки останется шлифовать это же можно будет уже красить красить будут в светлый цвет тоже уже купила краску вот такую вот от фирмы еще на вон он опять-таки два в одном ведь и лак и грунди рунг грунтовка цвет вот такой кремово-белый я не хотел прям такой вот ядерно-белый хотела кремово-белый вот так и написано кроме вайс вот так вот девчонки покрасила я эту мебель получилось конечно пока не очень хвастаться нечем конечно на темное дерево светлая краска ложится ужасно с первого раза посмотрите выглядит конечно капец как страшно но я к этому была уже готова когда двери красили да тоже три слоя понадобилось здесь конечно лучшего не ожидала но видимо все таки забылась чуть-чуть вот так вот и комод также покрасила вы видите ну выглядит не очень что пока хвастаться нечем ну я знаю я уверена что все будет красиво как и двери в свое время когда я смотрела на двери тогда и думал что из этого красиво получится я даже сама себе уже не верила в конце знаете когда вот все так было в шарпан я даже не верила а сейчас посмотрите но идеальные двери и идеальные двери только надо ручки заказать никак руки не дойдут до этого и здесь не верю хороший исход